На протяжении трех дней наблюдатели не только следили за порядком соблюдения всех правил проведения выборов на УИК, но и рассказывали подписчикам о своей работе. В социальных сетях наблюдатели от Общественной палаты Самарской области и партий, участвующих в голосовании, ежедневно показывали, насколько легитимно и открыто проходит избирательный процесс. Мне нравится, люди реагируют, спрашивают, задают вопросы. Это очень интересно, на мой взгляд. Ну, когда вот так все открыто и доступно, мне кажется, людям спокойнее прийти, проголосовать. Основную часть информации мы черпаем из соцсетей. Поэтому именно в соцсетях транслируем все, что здесь происходит. Люди узнают и, между прочим, приходят, рассказывают соседям. И это очень важно. Некоторым из наблюдателей совсем недавно исполнилось 18 лет. В первые для них выборы они решили не ограничиваться голосованием, но еще изучить всю работу на избирательном участке. Мне в этом году исполнилось 18 лет. Я сама принимала участие в голосовании и решила заодно посмотреть, как вообще происходит голосование. Проходит все замечательно, очень интересно наблюдать, выставлять посты также. Председателю участковой избирательной комиссии появление молодых и неравнодушных самарцев были только рады. У нас замечательная команда, которая знает свое дело и профессионал в своем деле. Люди приходят с хорошим настроением голосовать, с позитивным настроем, что очень радует. Мы все граждане Российской Федерации, которые должны высказать, ну скажем так, показать жизненную позицию гражданскую. На протяжении трех дней голосования работали также и видеонаблюдатели из Ситуационного центра общественного наблюдения за выборами. Круглые сутки, даже когда участки закрывались на ночной перерыв, они продолжали следить за мониторами. В часы работы избирательных участков видеонаблюдатели старались вглядываться в картинку, чтобы убедиться в отсутствии нарушений. Если у кого-то закрадывались сомнения, на участок выезжала с проверкой мобильная комиссия. Никита Колосов, Константин Головин. События.